МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Тема дня» на ЮАИ Крым. В студии Александр Шульга. Здравствуйте. Сегодня говорим о деятельности образовательных центров Крым-Украина. Ну и наш гость в студии Валентина Потапова, руководитель центра гражданского просвещения «Альменда». Здравствуйте, Валентина. Сейчас подробно с вами поговорим. Ну а вот начнем с такой информации. В этом году в украинские вузы поступило заметно больше крымчан, чем в 2016-м. Это касается как упрощенной процедуры, так и общего порядка поступления абитуриентов. Об этом заявила начальница сектора перемещенных вузов Департамента Министерства образования и науки Украины Светлана Критович. В прошлом году через центры Крым-Украина успешно прошли 153 человека. В этом уже 204. Попали в вузы благодаря центрам Донбасс-Украина 855 человек в 2016 году и 1346 в 2017. И это только те, кто воспользовался упрощенной процедурой. Можно было также закончить школу экстерном и поступать на общих основаниях. Кстати, количество обучающихся экстерном выросло в Украине в полтора раза. То есть можно утверждать, что в вузы на материке поступило гораздо больше крымчан, чем 204, отметила чиновница. Так, ну вот цифры у нас прозвучали. В этом году 204 через центры Крым-Украина. Ну вот много это или мало, по вашему мнению? Давайте мы с вами попробуем понять, от чего мы сравниваем, много или мало. В 2014 году школы Крыма закончило порядка 15 тысяч человек. В 2017 году школы Крыма закончило порядка 10 тысяч человек. Как видите, количество выпускников в Крыму уменьшилось больше, чем на 30%. Поэтому, если мы будем сравнивать вступительные кампании 2014, 2015, 2016 годов, то мы все-таки должны привязываться с количеством выпускников. То есть оно не может увеличиваться, если там не увеличиваются выпускники. А почему уменьшилось? Это из-за демографических характеристик? Нет, демографических ям, как мы сравнили с другими районами Украины, не было в 2017 году. Речь идет о том, что начиная с 2015 года, большинство крымчан не выбирают высшие учебные заведения, а они поступают сразу же после 9 класса в техникум и в колледжи, в лицее. Таким образом, они выпускаются уже специалистами. Это говорит о том, что санкции, которые действуют на Крым, где дипломы, выданные на территории Крым, не признаются, они действуют, и поэтому люди предпочитают получить реальную профессию, где в Крыму никто не будет спрашивать. А те, которые нацелены на высшее образование, они все-таки для себя выбирают или Украину, или Россию. Но мы видим тенденцию, что чаще всего они выбирают для себя западную и восточную Европу. То есть люди в Крыму, молодые люди фактически понимают, что я хочу оставаться в Крыму, я не хочу никуда ехать учиться, но я лучше получу реальный сертификат, чем... Я хочу остаться в Крыму, поэтому я получу профессию, и для этого мне не нужно идти в высшую школу, мне достаточно получить образование, которое дает техникум, лицей или колледж. И таких людей намного больше, и почему мы об этом говорим, потому что в прошлом году и в этом году увеличилось количество бюджетных мест в Крыму как раз-таки для вот этого уровня техникумов колледжей, и мы знаем, что в 2017 году был очень большой недобор в этот вуз, который называется Крымский федеральный университет, в который объединили практически всю высшую систему Крыма. И вот здесь был недобор, и они вынуждены были объявлять о дополнительном наборе, чего со времен, я не знаю, какого там, 12-11 года не было, потому что в Таврический национальный университет в Крыму всегда был очень большой конкурс, и не только со стороны крымчан, но и со стороны всей Украины. То есть в Украине, на материковой части Украины, люди все стремятся в вузы, получить образование, не хотят получать технические специальности, в Крыму наоборот? Да, в Крыму наоборот, потому что нужно каким-то образом выживать и получать какую-то специальность. Родители, выпускников, они боятся отпускать детей, как в Россию, потому что образование в России достаточно дорогое. Программы, которые были сделаны для крымчан, бюджетных льгот, они закончились в 2017 году. И отпускать в Украину многие родители боятся, потому что достаточно серьезная пропаганда. И я думаю, что вот эти... То есть съедят? Нет, не съедят. Основное опасение, особенно для мальчиков, что как только мальчики из Крыма выйдут в Украину, то их тут же заберут в армию, отошлют воевать на Донбасс. Очень сложно противостоять этой пропаганде, учитывая, что, ну, во-первых, у нас есть вот эти случаи, которые были с Киевским ночным клубом, а во-вторых, потому что мы туда не заходим информационно. То есть наш поток, вот благодаря вашим каналам, радиоэфирам, он очень тонкий в массовой пропаганде, которая там есть. Вот давайте как раз про информационный поток. Вот эти 204 человека, которые в этом году поступили в наши вузы, насколько вообще они узнают? Вот есть статистика, откуда они узнали про эти программы? К большому сожалению, для того, чтобы промониторить, откуда они узнают эти программы, ну, государство этим не занимается. Этим занимаются общественные организации. В прошлом году мы провели опрос среди 50-93 человек, которые поступили в Таврический национальный университет. Мы задавали вопросы, каналы, по которым вы получили информацию. Так вот, лидировала среди вот этих каналов, это сарафанное радио. На втором месте был Крым Реалии. Все остальные каналы приблизительно одинаково распределились между собой. И, конечно, интернет. Но закон Украины, указ президента Украины, где были закрыты две социальные сети «Контакт» и «Одноклассники», которые, впрочем, сработали в прошлом году, в этом году они уже не сработали. Они тоже как канал коммуникации с Крымом закрыты. Я не буду сейчас осуждать или поддерживать этот указ президента. Я просто вам говорю, каким образом он отразился на информационных каналах, которые мы использовали для Крыма. Вы сказали, мы использовали. Это гражданское общество? Гражданское общество и Министерство образования Украины и Министерство временно оккупированных территорий Украины. Насколько вы с ними сотрудничаете? Мы с ними сотрудничаем очень плотно. Реально, более плотного сотрудничества даже трудно себе представить. Наверное, в направлении реализации права на образование для детей, которые остались в Крыму, это самое успешное сотрудничество, которое есть. Но понимаете, гражданское общество более мобильно к различным вызовам, а государственные структуры в силу, наверное, каких-то бюрократических механизмов, они менее мобильны. И поэтому, конечно, информационную кампанию на себя в основном берет гражданское общество. Хотя в этом году было и обращение министра образования, и Светланы Критович, которую вы уже упомянули, и обращение Черныша на оккупированной территории. Общественная организация, фонд «Открытая политика» сделали ролики, которые крутились во всех Интерсити. Но этого явно недостаточно, потому что в разгар информационной кампании, которая была уже спланирована, и на которую мы ставили очень высокие ожидания, она была сорвана принятием закона, который мы назвали «Закон Спиваковского», который, с одной стороны, казалось, все очень замечательно, и он расширил количество образовательных центров с 12 до 35, но непонятно этот закон, он дезориентировал крымчан, они подумали, что они могут поступать только в области, которые были указаны в законе. Херсонская, Одесская, Николаевская и Запорожская. И было очень много вопросов из Крыма о том, что теперь мы не можем поступать в Киев, что теперь мы не можем поступать во Львов. Понимаете, для того, чтобы... А могут? Конечно, могут. Более того, мне кажется, что если нас слышат в Крыму, нужно обратить внимание на порядок цифр, о которых говорила Светлана Критовича, про которые спрашиваете вы. Количество бюджетных мест, которое было дано на эти 35 центров, было 1760, могу ошибиться. Поступило, как вы сказали, 204 человека. Количество обращений, то есть те, которые обратились за консультацией, было 1071. Тогда почему из 1071 поступил только каждый пятый? То есть те, которые обращались, это те, которые интересовались, и те, которые хотели узнать, каким же образом можно поступить. Потому что те центры, которые были добавлены за неделю до окончания подачи документов на бюджет, они не могли ответить на вопросы, которые им задавали из Крыма. Потому что для них это тоже стало неожиданностью. И у нас есть один из ответов, мы посылали информационные запросы, один из ответов из одесских вузов, которые сказали, что был там вопрос, сколько к вам обратилось и сколько поступило. И в ответе была фраза, а как к нам могли поступить, если мы сами узнали, что они могут к нам поступать за неделю. Мы даже не смогли провести информационную кампанию. То есть мне кажется, что принятие этого закона должно было, вступление в силу действия этой статьи, оно должно было быть для вступительной кампании 2018 года, и не нужно было сбивать вступительную кампанию 2017 года. То есть благие решения, но слишком поздно, да? Да, слишком поздно, хотя могу сказать, что то, что было включено в образовательные центры, это и Одесская юридическая академия, это и Одесская ветеринарка, это и Одесская мореходка, это не самые худшие вузы, более того, я могу сказать, что это одни из топовых вузов Украины. И при этом, ну вот я бы хотела вам дать некоторые цифры, которые, вот эти 204, из этих 204, 156 человек поступило на бюджет, на дневную форму, 15 поступили на дневную, но на контракт, 23 поступило на заочку бюджет, и 11 человек на контракт. Скажите мне, пожалуйста, вот лично меня эти цифры слегка каким-то образом, ну, дезориентировали. Если у нас было выделено на квоту 2 1700 мест, то почему 10 плюс 15, 25 человек учатся на контракте? Если мы не то, что не выбрали количество заложенных министерством финансов для крымчан мест, а мы не выбрали просто, я не знаю, там, в какой пропорции. 20% даже. Да, и мы, что не можем этим 25 человекам дать этот контракт, ну, в смысле, перевести с контракта на бюджет, мне кажется, что это как раз-таки те позитивные месседжи, которые мы должны посылать в Крым. А кто эти деньги выделяет? Министерство образования? Нет, конечно, все деньги выделяет Министерство финансов. То есть, ага, куда эти деньги денутся, вот интересно. Очень хороший вопрос, я не могу найти ответ на этот вопрос. Я точно знаю, что после того, когда не выбирается квота 2, эти бюджетные места должны, по сути, возвратиться в Министерство образования, и Министерство образования эти места перераспределит между другими льготными категориями. Так, например, 22 августа было заседание комиссии по перераспределению бюджетных мест. Но когда мы проанализировали перераспределение этих бюджетных мест, то мы увидели, что они, по сути, так и остались в этих образовательных центрах. По сути, сегодня любой вуз заинтересован в том, чтобы получить себе статус образовательного центра Крым-Украина для того, чтобы получить дополнительные бюджетные места. И нам эта ситуация кажется не совсем правильной. Если мы говорим о цифре, которая составляет приблизительно 200 человек, а на следующий год мы все-таки надеемся, что она будет значительно больше, потому что есть востребованность. Давайте прогнозируем. Ну какая? Два раза больше. Смотрите, есть несколько факторов, которые могут эту цифру оставить на том же уровне или сделать ее меньше. И эти факторы уже не касаются самой системы поступления упрощенной, потому что, на мой взгляд, она достаточно дает очень большое предложение, еще раз говорю, 1700 бюджетных мест. А она касается того, что дальше происходит с ребятами, которые поступили. Мы с вами говорим сейчас о несовершеннолетних детях, которым 17 лет. Эти несовершеннолетние дети все-таки нуждаются в том, чтобы они проживали в общежитии, а не в съемных квартирах. Потому что общежития каким-то образом все-таки дисциплинируют, ну в каком-то плане, в плане прихода после ночных прогулок, либо в плане того, чтобы не проспать лекцию. Но и чисто финансовый компонент. Да, и чисто финансовый компонент. Хотя закон 425 говорит о том, что все дети с оккупированных территорий в обязательном порядке получают место в общежитии, он не выполняется. Выполняется вузами, просто вот они так или иначе. Он не выполняется вузами, потому что у вузов нет этих мест в общежитиях. И поэтому дети, которые помыкались, а некоторые семьи приезжают, у которых нет возможности снимать квартиры, дети помыкались, и они возвращаются в Крым. Поэтому это один вопрос, который должен быть решен в течение вот этого до следующей вступительной кампании. Второй вопрос, который должен быть решен до следующей вступительной кампании. Это оплата за общежитие. Опять-таки, согласно 425 закону, оплата за общежитие крымчане и доничане в том числе, они не должны платить за общежитие. Однако сегодня вузы в связи с высокой коммуналкой, они заставляют детей платить эту коммуналку. Каким образом рассчитывается эта коммуналка, мне, например, абсолютно непонятно. Наверное, вы сами жили в общежитии, и непонятно, каким образом будет рассчитываться расход воды, расход электричества, если это общежитие. А коммуналка, например, по Таврическому национальному университету, с каждого человека составляет 210 гривен, дополнительно к тому, что они должны платить за общежитие. У нас было очень много встреч в Таврическом национальном университете, и нам все-таки удалось добиться того, чтобы дети платили только коммуналку, хотя мы настаиваем на том, чтобы они и коммуналку в том числе не платили. То есть компенсировать должно государство? Ну, на мой взгляд, должно компенсировать государство. То есть мы должны повысить еще больше финансирование на те места, то есть не только оплата обучения, но и оплата проживания всех сопутствующих. Следующий фактор, который, еще раз говорю, мы сейчас с вами говорим о 17-летних детях, и если вы вспомните себя на первом курсе, то, наверное, каждую неделю вы стремились поехать домой, потому что вам нужна была психологическая разгрузка. Вы из детского домашнего ребенка превратились в самостоятельного человека, и не всегда психологически вы находили выход, с кем бы можно было поговорить и к чему плечу прижаться. Крымчане, к сожалению, в силу того, что очень дорогой проезд туда-обратно, они не могут, и он не просто дорогой, он еще и сложный из-за прохождения всех этих пунктов. Крымчане не могут поехать к маме, к папе и побыть вот эту субботу-воскресенье. Они не могут привезти с собой пресловутую баночку варенья. То есть эти дети нуждаются, кроме того, чтобы не платить за общежитие, не платить за коммуналку, они нуждаются еще и в дополнительной поддержке того, чтобы, ну, вот, а если этому ребенку не хватило на еду, ну, не умеет он распределять... Стипендия, специальная стипендия. Да, он не умеет распределять свою стипендию. Следовательно, это может быть какой-то кредитный фонд, да, который беспроцентный. И здесь, мне кажется, что должно побеспокоиться либо министерство тамчасово окупованных территорий, либо общественные организации, либо... Беспокоятся они уже? Вы знаете, мы озвучили эти проблемы. И я думаю, что вот сейчас, когда мы полностью оценим результаты вступительной кампании 2017 года и посмотрим вот на эти вызовы, мы думаем, что вступительной кампании 2018 года мы попробуем эти вопросы решить. Ну, почти целый год остается. Да. Вы знаете, на самом деле это очень мало. И еще вопрос. Это психологическая поддержка. Понимаете, ребята жили в достаточно агрессивной пропагандистской среде. И у некоторых образ Украины это такой образ монстра, а у других образ Украины это образ рая. И тот и другой образ не соответствуют действительности. Они теряются, они уже три года находятся там, они теряются в ориентациях. Ну, вы прекрасно понимаете, что три года они пользовались рублями. Когда им даешь гривну, они не понимают, как ее тратить. Они придумали что-то о себе об Украине. И мне кажется, что вузы, осветные центры, они должны предложить этим ребятам и адаптационную психологическую поддержку. И вот здесь, мне кажется, что должны прийти на помощь, наверное, какие-то фонды. И у нас, наверное, есть достаточно много общественных организаций, которые занимаются психологической поддержкой. Будем надеяться, что так много вопросов действительно озвучила Валентина Потапова, руководитель Центра гражданского просвещения Альменда. Спасибо вам большое за такой очень развернутый и действительно профессиональный ответ и раскрытие темы. Будем надеяться, что наши чиновники будут так же плотно, не только на словах, но и на деле, сотрудничать с гражданским обществом, в том числе с Валентиной Потаповой. Благодарю вас, что смотрели. На студию работал Александр Шульга. Ну и чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на ЮАИ Крым в фейсбуке и смотрите нас по будьям. Редактор субтитров А.Семкин